Всем привет! Сегодня я записываю видео на тему как зарегистрировать электронный почтовый ящик на сервисе i.ua Для начала я рекомендую вам создать данные для регистрации и соответственно их записать в каком-нибудь текстовом файле Пример вот такой вот Пишите к примеру почта и указываете какая почта Ниже обязательно нужно будет написать имя и фамилия потому что часто такие сервисы почтовые требуют имя и фамилия Имя и фамилия можно писать в принципе как латинскими буквами так и русскими буквами на ваше усмотрение Я буду записывать тестовое видео поэтому как всегда я буду использовать такие выдуманные имена будем так говорить Ну допустим пусть это будет у нас Иван Иванов, да? Так, дальше Следующее обязательно В принципе нужно будет придумать логин Это очень важно То есть это, будем так говорить, то Такое, будем так говорить, такое словосочетание с букв и цифр, да? Которое будет стоять перед именно названием имя-ладреса, да? То есть перед i.ua Ну в принципе можно Пока мы зарисовочку такую сделаем, да? То есть ну любое на ваше усмотрение Но желательно с цифрами, потому что очень много уже созданных имя-ладресов И вы можете, ну как бы говорится, да? То есть можно попасть на уже действующее, да? Хотя часто система сама предоставляет возможность выбрать подходящие, то есть не занятые варианты Ну давайте что-нибудь типа Вот такого придумаем Это у нас будет типа логин Может даже сразу пропишем, да? Вот так вот точка.ua пуска будет Далее обязательно придумаем пароль В принципе пароль, смотрите, можно делать Ну желательно, конечно, делать пароль сложный Сложный пароль это когда есть и маленькие буквы, и цифры, и специальные знаки Но иногда может быть специальные знаки не проходить Поэтому, то есть такие как точки, запятая, тире Ну давайте сделаем такой вот какой-нибудь пароль В принципе где-то 2-3 буквы Потом идет пару цифр Потом можно поставить большие в парочку или даже То есть ну, то есть вот такого образца То есть идут буквы в перемешку с цифрами В принципе сложность пароля довольно-таки неплохая Конечно же сюда, если требуется специальный знак Вы можете добавить специальный знак В виде там доллара, допустим Или там знак процент Или там еще такой вот знак, да? То есть не имеет в принципе большого значения Количество символов в пароле должно быть ну не меньше 8 Вот В принципе когда мы придумали вот основные данные, да? То есть имя, фамилия, логин и пароль Так же само нам еще на всякий случай нужно дописать Такое вот как секретная фраза Тире, да? И ниже ответ на нее Вот Это часто вот бывает в сервисах почтовых Когда в принципе Просят указать номер телефона Допустим, да? Вы, допустим, не можете указать или не хотите Часто вот можно переключиться на секретную фразу И написать ответ Ну, в принципе, давайте я так вот сделаю То есть тест Ответ будет тоже тест Не имеет значения, какую вы придумаете фразу Не имеет значения, что вы напишете в ответ Абсолютно не имеет никакого значения Все Подведем такой вот итог И в принципе переступаем к регистрации В принципе, чтобы регистрация прошла успешно Мы переходим на браузер, где будем регистрировать Пишем i.ua Попадаем вот на такую страницу И с левой стороны находим, где форма входа Ниже есть регистрация Нажимаем сюда Дальше, значит, нам нужно заполнить форму Значит, первое Введите ваш логин Ну, в принципе, логин мы придумали, да? Давайте мы его аккуратненько вот выделим Копируем Так Ставить Дальше, смотрите То есть данный почтовый сервис Он предоставляет разные, видите, доменные имена То есть i.ua, uifm, email.ua То есть, смотрите, можете, в принципе, на ваше усмотрение выбирать Так же самое, видите, здесь максимальная длина 20 символов Должен начинаться, заканчиваться буквой или цифрой Вот Тут вот такое пояснение идет Так Идем дальше Здесь нам нужно прописать вот эту вот капчу Сейчас мы ее напишем Вот И дальше нас просят придумать и повторить пароль Видите, пароль тоже, в принципе, минимальный для наших символов И может состоять из маленьких, больших букв и цифр Видите, здесь как бы специальные знаки, скорее всего, не подходят Значит, мы с нашего пароля уберем специальный знак Все остальное, в принципе, выделяем, копируем Вставляем И повторяем И нажимаем продолжить Следующая форма Это, значит, хочу обратить, что Обязательные поля для заполнения, где есть восклицательный знак То есть, тут просят имя хотя бы Кстати, вот это пояснение написано Ну и так далее, да Ну, давайте, что у нас Возьмем имя Иван Так Пол выбирайте Дату рождения В принципе, я выберу, да Как говорится Так Дальше Страна проживания То есть, тут вы выбираете ту страну В принципе Которая вам нужна, да Или в какой страну вы регистрируетесь Так же сам город выбираете В принципе Не имеет значения, да Дальше Язык интерфейса выбираете Здесь есть русский, украинский Потом обязательно нужно поставить Я принимаю условия Это очень важно И смотрите Вот здесь как раз есть Секретный вопрос, да То есть, можно в принципе выбрать Написать свой вопрос, да То есть Ну, давайте вот Как мы тут с вами уже Все сделали Тест И ответ Тест Не имеет значения Что вы напишите В вопрос Главное И в ответ То есть, главное Чтобы вы записали Все Больше мы ничего не заполняем Нажимаем Зарегистрироваться Дальше у нас выходит Такая вот страничка Где Уже в принципе Вписан наш логин Нам осталось повторить пароль Берем наш пароль Копировать Ставить Ну, в принципе Здесь по желанию Можете запомнить Меня нет Нажимаете Войти Мы попадаем Вот на такую страницу И как мы можем Попасть в свой почтовый ящик Либо вот отсюда Либо вот есть С левой стороны вверху Разделы И вот почта Нажимаем И в принципе Вот наш почтовый ящик Спасибо за внимание И до скорой встречи В следующих видеороликах Продолжение следует